Важную роль в борьбе с коронавирусом играет и соблюдение масочного режима в общественных местах, в том числе и на транспорте. Практически ежедневно сотрудники транспорта Верхневолжья проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушителей масочного режима. Одновременно с этим компания-перевозчик проводит и бесплатную раздачу масок в автобусах Твери и Калининского района. Утро вторника автобусная остановка Пролетарка на проспекте Калинина. Отсюда сотрудники транспорта Верхневолжья начинают очередное профилактическое мероприятие, направленное на борьбу с распространением коронавируса. Раздача медицинских масок – простой, но действенный инструмент. Ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте – не рекомендация, а обязательное требование. И большинство пассажиров это понимает. Насколько вообще для вас важно носить маску в общественном транспорте? Постоянно надевать? Да, постоянно. Всегда ношу. Всегда. Потому что, ну как, если это нужно, значит это надо исполнять. Считаю, что каждый гражданин обязан носить эту маску. Я очень была бы рада, если бы люди все были настолько понятливы в этом деле. Впрочем, еще находятся те, кто исполнять законные требования властей не спешит. Такое упрямство сегодня может грозить финансовыми санкциями. Так, сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 тысяч. В случае возникновения спорной ситуации для восстановления штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, которые размещены в автобусах. Со своей стороны сотрудники Верхневоложского АТП делают все необходимое, чтобы каждый пассажир мог не беспокоиться за свое здоровье. На каждом остановочном пункте предусмотрена дезинфекция после каждого рейса. И в конце работы рабочего дня – это масштабная очистка автобуса с использованием специальных химических средств. Добавим, что только в течение 25 января сотрудники компании-оператора «Транспорт Верхневоложья» и перевозчика Верхневоложской АТП раздали более 2000 бесплатных масок пассажирам общественного транспорта. Такие акции проводятся в общественном транспорте Твери и Калининского района с начала пандемии. За весь период пассажирам раздали порядка 76 тысяч бесплатных масок. Решением губернатора Игоря Рудени усиленный контроль масочного режима на региональном транспорте продлен до февраля этого года.